Это персонально ваш проведут передачу Андрея Жоффа с Станислав Крючков и с нами сегодня политолог профессором ГИМО Валерий Соловей. Валерий, здравствуйте. Добрый день, джентльмены. Слушайте, тут Кремль решил повысить явку на президентских выборов, весьма как-то ожидаемо, на мой взгляд, превратив голосование в праздник, устроив выступление творческих коллективов, ярмарку товаров народного потребления и даже продажи еды. Вот такой расчет администрации президента, насколько оправдан россияне, правда, на это поведутся в условиях, когда, ну, каждый, я думаю, догадывается, чем эти выборы закончатся, и результат, в общем-то, предопределен. Возможно, это для каких-то, не знаю, регионов как-то и сыграет. Москва-то вряд ли. Вот вы очень правильно отметили, что для каких-то регионов это может оказаться очень важным. Дело в том, что в России не хватает праздников. Вы, честно говоря, мы живем с вами и в северной стране, и довольно депрессивные, особенно зимой, да, собственно, и весной, большей частью весны и осенью тоже. Иногда и лето. Поэтому, иногда, да, бывает и когда и лето депрессивное. Поэтому вот в России любят бесплатные праздники, действительно любят, особенно в провинции. Это первое. Второе – это возрождение советской традиции, которую, я помню, вы, по счастью, нет. Ну, вот у вас будут шансы увидеть, как это происходит. Происходило в то время, когда действительно выборы пытались превратить в праздник, хоть как-то привлечь людей. Я думаю, что для определенной части это сработает. Люди получат возможность перейти там, послушать музыку, выступления, пусть самодеятельных коллективов. И главное, вы знаете, что-то со скидкой купить. Я там даже выпечку какую-то, какие-то кондитерские изделия – это способно привлечь часть избирателей. А с чем вообще такое планирование связано? В чем принципиальное отличие от последней истории с муниципальным выбором, когда мы раз за разом слушали о пресловутой сушке явки? Вот тогда явку пытались снизить, а теперь ее стимулируют. Потому что эти выборы считаются эпохальными, историческими, потому что это последний выбор, как предполагается, на который пойдет Владимир Владимирович Путин. И надо показать ему, городу и миру, что его поддержка значительна. Поэтому вот появилась эта пресловутая цифра 70%, 70% явки и 70% голосов, отданных за него. Как вы знаете, администрация президента несколько раз отказывалась от этих цифр, говоря, что это все выдумки, что никаких планов, даже индикативных, нет. Но на самом деле в регионах уже развернулось социалистическое соревнование, причем отнюдь не в далеких от Москвы регионах, а в частности в Московской области, за то, чтобы не просто выполнить эти показатели, но даже перевыполнить. И могу сказать, что готовиться к этому тщательно. Но есть одно правило или жесткая рекомендация, которую придется соблюдать. Нельзя создавать у людей в крупных городах, в миллионе, как и в Москве и в Питере в первую очередь, впечатление, что выборы проводились нечестно. То есть никаких заметных фальсификаций на участках быть не должно. Во избежание провоцирования политических протестов. Вот за этим наши политические власти будут следить. Что там происходит в местах более глухих, с так называемым направляемым или управляемым голосованием и с административным ресурсом? В этом речь не идет. Но вот Москва, Питер, Екатеринбург, еще несколько городов здесь постараюсь, чтобы все было чисто. Но можно явку за счет чего обеспечить? Прекрасно знаете, сколько сотен тысяч муниципальных и федеральных служащих живет, скажем, в Москве. Вы сказали про Подмосковье, там уже в Химках подмосковных, по-моему, воспитатели детских садов мобилизовали, очень психоделические видео. Ну это стоит, да. Если ознакомились. Это, да, я знаю, что вы имеете в виду, это стало известно. Но на самом деле это такое, знаете, вопиющее, смехотворное проявление. Оно, работа ведется очень тщательно и вполне технологично. И у меня нет сомнений, что вот эти вот цели, которые не провозглашаются, от которых отказываются, на самом деле будут достигнуты. Вот в этой истории с недостатком праздников в России Миша из Саратова отчасти согласен, говорит, за еду вряд ли кто-то пойдет, а вот если, допустим, потом... А атмосфера, да, атмосфера. Либо дополнительный выходной. Это лояльная народная масса, соответственно, будут радоваться. Могут, могут, да. Вы вот на днях написали, что ощущение безнадеги в связи с приближающимся четвертым или пятым, по-разному называют, сройком Пустина, безосновательно, мол, мы вступили в эпоху, в полосу серьезных перемен. А какими же они будут? Я не знаю, вывод войск из Сирии очередной, это начало, это можно считать каким-то предвестником перемен? Или вы имели в виду перемену другого рода? Вывод войск из Сирии это важный элемент именно электоральной кампании, да, потому что Путин подходит к новому мандату, надо полагать, заключительному, и он показывает, что операция завершилась успешно. Также, как вы помните, в свое время, ну, вы не помните, но это было, Борис Николаевич Ельцин в 96-м году перед президентскими выборами подписал на броне танка указ о завершении антитеррористической операции в Чечне. Так что все естественно, но вот если мы уже заговорили о Сирии с вашей подачей, то я хочу вам сказать, что здесь кроме политического аспекта есть еще и военно-технический. У России недостаточно ресурсов для участия в нескольких локальных войнах одновременно, поскольку сейчас наши частные военные компании уже участвуют в конфликте в Ливии, ну, там они занимаются мирной деятельностью, то есть снимают минные поля, но уже участвуют в Судане и, по всей видимости, будут участвовать в Йемене. То, естественно, надо где-то сократить, чтобы куда-то перебросить. Ресурсов мало. Россия небогатая страна, у которой значительная часть бюджета уходит на оборону и на правоохранительную деятельность. Ну, в кавычках правоохранительную. Смотрите, а эта военная экспансия в Африку, о которой вы говорите, она теоретически, если будет полномасштабной, насколько она медийно будет соответствовать тому, что мы видели в Сирии? Потому что, ну, в Сирии понятно. Она, конечно, не будет полномасштабной, потому что ресурсов все равно не хватает, и она будет носить скрытый характер, потому что очень трудно. Даже в Сирии-то было чрезвычайно трудно объяснить нашему обществу, что мы там делаем. И для чего. Да и не все на карте могут найти. А уж что уж говорить там о Судане. И какие вы там, да, Сирию еще пытались как-то притянуть к нашему там православию. Ну, какие-то, понятно, что это были именно притянутые связи, за уши притянутые. Ну, Судана и там Йемен, ну, вы никак не сможете притянуть к российским интересам. Ну, тем не менее, оставляйте вот это для общества. Казалось бы, возделанный огород сирийский, да, медийно возделанный в пользу неизвестных африканских стран. Нет, а это будет умалчиваться. Это будет просто умалчиваться. Одно дело, что там у России могут быть какие-то интересы, в том числе один из интересов он носит, скорее, даже не экономически. Хотя нам будут объяснять, вы там прочитаете, экспертов в интернете, они будут объяснять какие-то там важные геополитические интересы. Нет, здесь очень простая логика. Как правило, мы пытаемся вставить фитиль американцам везде, из Запада в целом, везде, где только можем. Значит, там президент Судана пожаловался на то, что на него давят. Ну, окей, почему бы не помочь. А ему это нужно для того, чтобы успешнее вести переговоры с Соединенными Штатами, в том числе. По поводу финальной каденции, возвращаясь к выборам четвертой, пятой, как вы говорите, путинской, что дает основания предполагать, что это будет именно так? Вот эта вот эстетика мольбы, которую нам продемонстрировали на газе, да, когда Путин выдвигался, когда старший мастер участка, Артем Баранов, там под крики. Там стилистически все это, на мой взгляд, просто к океанске вывезло. Эстетика. Знаете, у меня несколько больше опыт, да, это в данном случае может быть и недостаток какой-то. Я могу сказать, что мне это все очень напоминает эпоху Черненко. Да, вот конец советской эпохи, и тогда же было массовое ощущение того, что это исчерпало себя. И сейчас вот это вот ощущение исчерпанности, я Путина, кстати, Черненко ни в коем смысле не сравниваю совершенно, разные там и по здоровью, по психотипу люди, но ощущение исчерпанности исторической эпохи есть, причем она носит и массовый характер, и элитный характер. Все понимают, что 20 лет, ну без малого 20 лет завершились, и мы должны перейти к какому-то новому качеству. Но ни у кого нет ни представления об этом новом качестве, ни о путях перехода. То есть, конечно, в администрации президента готовятся, разрабатывают некие варианты, в том числе конституционные реформы, но никто не знает, как это пройдет. Никто не знает даже, куда двигаться. Но у всех есть ощущение, которое в свое время было сформулировано в годы перестройки, было очень популярно, вот так выжить нельзя. Вот эпоха закончилась, это носит сейчас массовый характер. Перемен хочет подавляющее большинство общества. А элита, даже если бы не хотела перемен, она понимает, что они уже назрели, и они неизбежны. Ну, смотрите, вы говорите, да, о том, что мы, в общем-то, вступаем в полосу серьезных перемен после 18 марта, а какими будут, не знаю, ну, банально, три каких-нибудь основных шага, которые мы увидим. Понятно, что прогнозы не будут... Формирование правительства, конечно, сделано. Формирования нет, в мае будет сформировано правительство. Да, и с высокой вероятностью там может остаться прежний премьер, но может прийти и новый человек. А какие сюрпризы нас могут ожидать? Вы знаете, один из сюрпризов может быть связан... Я участвую в частности сейчас в избирательной кампании в штабе господина Титова. Один из сюрпризов может быть связан с его успешным выступлением. Если он проведет успешно кампанию и выступит, то это может обеспечить ему будущее, и выходящее за рамки электоральной перспективы, то есть, как бы, политическое. Но это мы пока в сослагательном наклонении. Что касается поста премьера, сейчас считается, что все-таки Дмитрий Анатольевич должен остаться. Но это не означает, что так и произойдет, поскольку жизнь переменчива, а настроение Владимира Владимировича и представление его о планах, наше представление о планах, о его будущем тоже может измениться. Но несколько человек, как считается, получили намеки на возможность занять пост премьера. Или они это восприняли как намеки. И, как вы знаете, Сергей Семенович Собянин даже публично отрекался от этой высокой чести, говоря, что Москва, его любимый город, он же, конечно, гораздо важнее, чем Россия. Настоящий мужчина должен Москвой заниматься, а не Россией. — Возвращаясь к тому, о чем вы говорили, ощущение исчерпанности эпохи. Вот это то, с чем в следующем сроке Путина будут медийно работать? Потому что ведь было же такое ощущение, по-моему, на волне протестов рубежа 2011-2012 годов, но его преодолели. Его преодолели во многом благодаря Крыму. Потому что, если бы не было Крыма, вот это ощущение исчерпанности наступило бы гораздо раньше. Потому что Крым был мощнейшей прививкой, мощнейшей, которая смог на время, именно на время, не навсегда там, и даже ненадолго, переломить психологическую и культурную ситуацию. Социокультурную и психологическую ситуацию. А сейчас медиа, после 18 марта, они окажутся перед, на мой взгляд, принципиально нерешаемой задачей, потому что им надо будет создать позитивный образ будущего, потому что нельзя спекулировать больше на Украине, на Сирию уже не удастся, на врагах, которые у нас... Людей это не занимает уже. Это очень хорошо понятно по опросам. Их интересует их собственное будущее здесь и сейчас в стране под названием Россия. А что смогут медиа предложить? Если есть глобальное расхождение между картинкой, которую они попытаются нарисовать, и реальностью, то это будет вызывать, как в советское время, нарастающую агрессию. Общество наше очень агрессивно, чрезвычайно. Оно разозлено. Отчасти оно деморализовано, но отчасти очень разозлено. В нем накопилось очень много ненависти, гнева, и это все может прорваться. И главный запрос сейчас в России, главный дефицит, это даже не дефицит денег, это дефицит перспективы и дефицит понимания будущего. Это, в общем, показывает социология. И это, я думаю, показывает ваши личные ощущения. Люди не могут планировать свою собственную жизнь. Не в состоянии. Вот с этим придется работать. Но для того, чтобы дать ответ, вот медиа дают обществу, они должны получить ответ сперва от верховной власти. Верховная власть что планирует? Ну, смотрите, исходя из ожидания лучшей жизни, после формирования правительства, мы должны ждать каких-то, не знаю, громких заявлений, какие-то очередные национальные проекты. Я думаю, что будут начаты три реформы. Они готовятся. Это реформа госуправления, это реформа правовой системы, и то, что называют экономической реформой. Но все эти реформы будут носить, насколько я представляю, ярко выраженный технократический характер. То есть цель правовой реформы не в том, чтобы создать независимый суд, а в том, чтобы суд работал быстро. Точно так же и цель экономической реформы не в том, чтобы освободить мелкий и средний бизнес, снизить налоги. Нет. Чтобы повысить производительность труда. Есть такая хорошая историческая аналогия. Вот писано с этого уже начинал Михаил Сергеевич Горбачев. Он в 1985-1986 году пытался осуществить ускорение. То есть, пользуясь ресурсами социалистической модели, используя ее преимущество, ускорить экономический рост. Вот идея повышения правительности труда, программа, разработанная господином Орешкиным, она типологически похожа на эту идею Горбачевского ускорения. Обратите внимание, это именно технократические реформы. А в реформе госуправления, в критерии, там слово «демократия» вообще отсутствует. Просто нет. Насколько мне известно. Ну, может быть, в заключительном там варианте появится. Но что самое любопытное, что когда эти реформы, а их надо проводить, потому что как-то надо ответить вот на эти массовые ожидания, о которых мы сейчас с вами говорили. Что люди хотят ясности, и они хотят чего-то позитивного. Как только эти реформы начнут проводиться, проводиться они будут с присущей России безобразностью, причем с размахом колоссальным, это может спровоцировать ухудшение. Понимаете? Вот здесь все так. И поэтому некоторые из наиболее умудренных опытом чиновников говорят, послушайте, ну, мы разработали с вами прекрасные проекты, замечательные. Ну, вам не кажется, что если мы начнем что-то делать, то как бы не стало хуже? Да, да. Говорят, ну, и оставлять положение вещей уже таким, какой оно есть, нельзя. Это уже всем надоело. Люди хотят какого-то хотя бы внешнего движения. И вот мы с вами оказались в такой, я бы сказал, малоприятной ситуации, малоприятной для всех, и для общества, и для элит, и для верховной власти тоже. Что не делать нельзя, и делать опасно. Политолог и профессор Мгимов Валерий Соловей, гость программы «Персонально важна волнах Эхо Москвы». Я напомню, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть на YouTube-канале Эхо Москвы. Здесь есть чат, мы за сообщениями внимательно следим. Присоединяйтесь, если вы по тем или иным причинам по радио нас не слышите. По вашим же словам, кстати, Путин пропагандистский уже якобы выиграл предстоящую кампанию, выдвинув эту инициативу о денежном поощрении за рождение первенцев. Ну, действительно, это сильный ход такой. Деньги, в общем-то, не самые запредельные. Во-первых, это большие деньги для российской провинции. 10,5 тысяч рублей в среднем, да, в месяц на новорожденного. Это очень изрядно. При там очень низких, очень низких зарплатах. Это будет сопоставимо. Зарплаты, вот это вот пособие. Но и получат эти деньги далеко не все. Пропагандистский потенциал, конечно, но это неважно. Пропагандистский потенциал начнет реализовываться только после Нового года. Вы представляете, какие репортажи будут посылать в медийное пространство наши телевизионные СМИ? Вот счастливая семья. Это увидит вся страна. Никто не будет думываться в детали, в которых, как обычно, кроется черт, что это не всем, да, там есть ряд ограничений. Все будут, вот здорово, никогда такого не было. Вот этот вот образ будущего, это субститут, то есть замена на самом деле будущего. Когда вы начинаете стимулировать там рождаемость, да, вот мы смотрим в будущее. Это будет подаваться таким образом. И я уверен, что пропагандистский именно потенциал этого законопроекта недооценивает. Он окажется в высшей степени, именно пропаганда вокруг него в высшей степени успешной. Потому что вот с точки зрения пиара, я все-таки пиар преподаю, я вам скажу, что самая хорошая спекуляция, спекуляция на детях. В пиаровском смысле, но еще на кошечках, да? Ну, понятно, вечная тема. Пока до выборов все-таки еще три месяца есть, вот в ближайшем... Да, ну, какие уж три месяца. Ну, фактически, календарно, я имею в виду. А, ну да. Перспектива каких-то, не знаю, массовых новой волны серии акций протестов в связи с тем, что там Алексей Навальный уже заявил о том, что компания не то чтобы не повиновения, но признание этих выборов нелегитимным в том случае, если его не зарегистрируют, понятное дело, что вероятнее всего его не зарегистрируют. Стоит здесь ждать какого-то развития? Я думаю, что после 10 января, когда станет окончательно понятно, что Алексей Навальный не сможет участвовать в выборах, и закончатся новогодние праздники, ему придется пойти на какие-то акции протеста. То есть, говоря языком психотерапии, закрыть гештальт. Иначе вся вот эта вот история с верификацией подписей и подобными вещами, она кажется бессмысленной. Ну что ж, ты там ездил, выступал на митингах, ты же должен как-то отреагировать. Это будет первый шаг. Значит, акции протеста. Я не знаю, насколько они окажутся масштабными и успешными, не уверен. Потому что, с моей точки зрения, успешными оказываются те акции, которые, даже если не выглядят спонтанными, на самом деле тщательно готовятся. Это первое. И второе, да, он призовет к бойкоту, безусловно, к бойкоту выборов после этих акций протеста. Но я не верю в успех бойкота. На этом фоне за компанией Собчакова следите. Я смотрю, девушка не вылезает с федеральных каналов буквально несколько часов назад. Она не вылезает с федеральных каналов именно потому, что она компенсирует Навального. Она должна выступить в федеральном публичном пространстве, медийном пространстве с заменой Алексею Навальному. Это, во-первых, довольно, мне кажется, очевидный политтехнологический ход, но, в общем, точный. И она даже получила карт-бланш. Поскольку популярность Навального снижается не так быстро, как хотелось бы. Это первое. И второе, что она должна перетянуть на свою сторону как раз часть тех, кто бы участвовал в бойкоте выборов и поддержал бы протест Навального. Молодых людей, которые, насколько я знаю, по социологии, в случае отсутствия Навального, готовы проголосовать за Собчак. А Титов, в штаб которого вы пришли, это альтернативный кандидат от либералов для людей, кому за 40? То есть не для молодых, скажем. Да, вы эту схему пытаетесь достроить, которую я начал. Нет, он ориентируется все-таки на другую публику. Я думаю, что публику старше 25+. А вот с сайта пишут, да, Валерий Славей пришел в штаб Титов для того, чтобы курировать идеологические вопросы. А что это такое? Что это значит курировать идеологию в штабе бизнеса? Звучит, звучит, конечно, немножко по-советски, но на самом деле это очень интересная задача. Я не знаю, будет ли она до конца реализована, поскольку на технологичке и техническе очень непроста. Титов и, в общем, партия Роста, лидером которой он выступает, она придерживается позиции права либерализма. Это очень такая почетная, эффективная, по крайней мере, в мире идеология. Но в России ее не удалось адаптировать к нашей почве. Я вам объясню, давайте вопрос на пальцах. Вот у нас в стране 18 миллионов самозанятых, там несколько миллионов мелких и средних бизнесменов. Взгляды этих людей, экономические, не политические, это абсолютно либеральные взгляды. И не просто либеральные, либертарианские. Они не хотят, они хотят нескольких налогов, они не хотят иметь дело с государством, что вы прекрасно знаете. Это готовая почва для либеральной партии. Но надо найти к ним подход, надо найти такое послание, которому бы они оказались чувствительными. Это прицел на какую перспективу? Это прицел на длительную перспективу. Потому что закончатся одни выборы, начнутся другие. Я могу сказать, что партия Роста, да, она уже готовится к региональным выборам, вот сейчас уже. То есть речь идет о партийной истории, не об индивидуальной истории Титова. Ну и нет, и индивидуальные партийные, в данном случае они связаны, конечно, неразрывно. Но, вот говорю, вот это задача адаптации идеологии. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Тут многие наши слушатели, которые пишут смс-сообщение на номер 7985-970-4545 и используют твиттер-аккаунт вызван, не согласны с вами вот в чем. По поводу ожиданий перемен в обществе, где Валерий Соловей увидел разозленное общество, может быть на газовом заводе, где народ ликовал, ну и вот такого рода сообщения. Это история, опять же, касающаяся, скорее, городов больших или это... Нет, эта история касается всей России, просто реагирует по-разному. Вы можете быть крайне разозлены, и что очень часто бывает в России, пойти, выпив водки, пойти набить морду соседу или поругаться. Я отпустил. Агрессия может, вот она так распространяться. А что касается завода газ, ну мы знаем, какая там была аудитория, и кто, собственно, предложил Владимиру Владимировичу, это все-таки да не рабочий был. Вот, ну что ж тут. Если уже даже туда там пришлось массовку-то специально обученную пригонять, вы можете представить, как опасается реально настроенных людей. Политолог и профессор Мгимов Валерий Соловьегов из программы «Персонально важно». Кстати, тут Фархад задает вопрос по поводу эффекта вот этого демографического предложения, которое сработает через поколение. То есть маргиналы нарожают детей, и, соответственно, лет через 20, там, ай-яй-яй-яй. Ну, это долгосрочные последствия. Да, но я вот когда говорил об этом, то исключительно пропагандистскую сторону. Меня, собственно, демографическое не очень занимало. Ну, можно прикинуть, каково оно окажется. Не нужно даже быть ученым-демографом. Ну, это уже будут чужие проблемы. Или проблемы в сетях? Нет, вы будут чужие, потому что власть, руководство, это все-таки сиюминутная логика. Надо из этого исходить. Можно ли другой сценарий, кроме избрания Путина? Никто не ожидал победы Трампа, а он победил. Или в нашей реальности такое не работает? Вы знаете, это не такой уж наивный вопрос. Ну, вот это вот одна из причин, возможно, главная, по которой Алексей Навальный не будет допущен к участию в выборах. Не потому, что он мог бы победить, но потому, что его участие само по себе могло бы вызвать совершенно непредвиденную политическую динамику. То есть, это не было бы эффектом Трампа, или, скажем, эффектом Брексита, как в Великобритании, но само участие альтернативного кандидата с альтернативной программой, выступающего на центральных каналах, и видение, могло бы вызвать совершенно непредвиденный эффект. Этого эффекта пытается избежать, потому что в России, и это касается не только президентских выборов, власть хочет все контролировать. Она боится непредвиденности, она боится тех сфер, которые находятся вне контроля. Обратите внимание, как она пытается взять под контроль обыденную жизнь, даже интимную жизнь, вторгается во все сферы культуры и искусства. Я уже не говорю о бизнесе, потому что она субстанциально боится всего, что не под контроль. Потому что там, с ее точки зрения, таится угроза. Знаете, как дети боятся темноты, потому что в темноте кто-то прячется, ну, стоматологи, допустим, да? Вот таки власть, она боится всего, что вне ее контроля. Субстанциально боится того, что выходит за ее рамки, но внутри себя. Допустим, вы отмечаете у себя то, что в общении с журналистами телеканалов премьер Медведев упомянул о том, что не видит себя президентом в текущем электоральном сезоне, а не цикле. Да, но вы знаете, это может быть как тонкой игрой со стороны Дмитрия Анатольевича Медведева, во что я, честно говоря, сам не очень верю. Таким просто неумением точно сформулировать свою мысль. Вот. Ну, хотя, если он готовил ответы, точнее, ему помогали готовить ответы на эти вопросы, то, возможно, это, знаете, такой тонкий, далеко идущий намек. Но дело в том, что надо прочитывать общественную реакцию. Публика не воспринимает, наша публика, то, что... И, кстати, западное, я могу сказать совершенно точно то же, то, что исходит из уст нашего примера, как стратегическую и тонко продуманную игру. Давайте немного поговорим о московских событиях. Буквально вот... А что происходит? Смотрите, что происходит. Акция Революционного Коммунистического Союза Молодежи произошла у нас тут с расклеиванием оскорбительных стикеров в Москве на улице Александра Солженицына. Писателя они называют литературным власовцем. Ну и буквально накануне, знаете, на Ордог-фесте, собственно, произошло тоже нападение активистов серба. Вот то, что как-то весьма спокойно на это реагирует правоохранительный орган, это опять же... Спокойно. Они же возбудили, скажем, в отношении этих активистов серба уголовное дело, если мне... Да, но при этом у активистов серба существует куратор в центре Эй, и имя его известно. Да, да, я понимаю. В общем, власть пользуется неконвенциональными средствами, назовем это таким красивым термином, для того, чтобы поддерживать контроль. Поскольку вы не можете использовать органы правопорядка для того, чтобы, скажем, нарушать, но откровенно нарушать Конституцию, хотя у нас уже рамки-то эти размыты, то вы пытаетесь мобилизовать, в кавычках, мобилизовать якобы общественных активистов, которые на самом деле вами контролируются, для имитации общественной реакции. И это очень неплохое средство контроля. До поры до времени, пока вот эти вот инструменты, как было в деле с компанией против Матильды, не начинают выходить из-под вашего контроля. Это первое. Второе. Здесь в чем всегда опасность? Что когда вы ограничиваете собственную монополию на насилие, насилие в переносном смысле, не прямо в пользу каких-то групп, отчуждаете ее, поступаетесь, то она начинает размываться. И вы тогда не удивляетесь тому, что в критичкой ситуации вдруг появится масса людей, как это было, скажем, в Донбассе, которые скажут, что мы сами сейчас наведем порядок. Мы сейчас создадим дружины, отряды самообороны, народные дружины за насаждение нравственности, народные дружины по защите либерализма, что угодно. И мы, так сказать, вступим сами в действие. Надо быть к этому тогда готовым. Это неизбежное следствие политики вот такого поощрения несанкционированной активности, имитирующее общественную активность. Те, кто играет в эту игру, уже ссылают такие сигналы на первом этапе. Готов к возврату этой волны? Они уверены в том, что они контролируют ситуацию. Это вечное заблуждение. Это вечное заблуждение, похожее на историю с Папой Карлом. Помните, он прекрасного исполина сделал прекрасного мальчугана и снарядил его в школу. А мальчуган-то куда пошел? Он все продал и пошел в цирк. Вот так же и с этими големами, которых они вдохнули в жизнь, и пускают их. А вам обернутся против них. Но главное, что люди-то смотрят и говорят, почему мы не имеем права? Эта идея легитимации насилия, она непременно будет в общественном сознании. Она уже в нем находится. И вот та агрессия, о которой мы говорили в первой части, дисперсная, распространенная, когда вы бьете морду соседу, выпив стакан водки, она ведь вполне может быть направлена против начальника, против директора ДЭЗа, против менеджера, против владельца предприятия. Это все как в 17-м году. Это может повернуться мгновенно, я подчеркну, исторически мгновенно, в течение буквально нескольких недель. Только врухнет видимость власти или ослабнет. Вдруг люди поймут. Ну, смотрите, а полицейские сами себя только защищают, они нас боятся. Ка, пойду-ка я наведу социальную справедливость. Это значит, отомщу тем, кто, с моей точки зрения, меня обидел. Наш зритель Алексей Фролов, который смотрит нас на YouTube-канале «Эхо Москвы», все никак не успокоится на тему рабочего с завода «Газ». Кем он оказался? Майором ФСО, условно говоря? Ну, это так, в рамках. Ну, он был нерабочим. Это совершенно точно. Я думаю, Алексей Фролова ответ устроил. Напомню, у нас в гостях политолог профессор Нгемов Валерий Соловей. Свои вопросы можете прислать при помощи смс-сообщения на номер плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Также к вашим услугам твиттер-аккаунт вызван и одноименный чат в Телеграме. Я бы не оставлял все-таки тему с Владимиром Владимировичем, да, пусть он нашим героем. Он нас не оставит. Нет. На неделе проведет пресс-конференцию, да, за ней там и съезд Единой России подтянется. Вот помимо перечисленных тем, объявленной победы и о выводе войск из Сирии, демографическая вот эта история, что еще станет такими, может, специально, стать фишками? В начале следующего года его визиты, блиц-визиты в регионы и реагирование на жалобы. Это вот прямая связь между царем и народом. Народ бьет челом и говорит, что вот там, ну, свалка или вода течет ржаваясь. Девочке платье купить, ченка подарить можно. Да, да. Вот эти сценарии уже они написаны, да. Вопрос только в каких регионах они будут. И он, значит, тут же решает проблему. Поскольку решить социальные проблемы общества мы не можем, ну, не хватает ресурсов, там, сил, желания. Но можно создать впечатление того, что проблемы решаются в целом, решив какие-то частности, локальные вопросы. И это очень всегда хорошо работает, опять же, как пропагандистский инструмент, как лизионная картинка. Вот бояре по боку, да, что же они там не досмотрели? Да, ну, накол их, правда, сажать не будут, хотя народ бы это горячо приветствовал. Бояр, я имею в виду, чтобы накол посадили и там сбросили стрельцам на расправу. А вот решить что-то проблему частную, это да. Слушайте, а вот что касается медийного денеджа, после всей этой истории с отстранением России от Олимпиады, реакция Кремля, как мне показалось, такая была довольно мягкая. Истерика на государственных каналах, понятно, сток-шоу продолжалась, но сам Путин довольно сдержанно высказался. Это не было готово решение о участии не участия? Нет, нет, как раз, мне кажется, решение было готово. Все было продумано, потому что более-менее было понятно, к чему идет дело. Сценарии были продуманы и решили выбрать, во-первых, тот, который минимизирует потери, во-вторых, был компенсатор. Это объявление Владимира Владимировича о том, что он идет на выборы. Вот это, я думаю, что первоначально предполагалось, что он несколько позже сообщит об этом. Ну и это очень хорошо компенсировало это вот классическое вытеснение нежелательной новости опасной, новостью более сильной. Но там ведь есть еще и параллельная история. Если мы объявляем о бойкоте, то две последующие олимпиады, соответственно, уже в каденции Путина мы пропускаем. Естественно, да. А сейчас можно использовать такой очень умеренный антивестернизм. Они нам пытаются нагадить изо всех сил. Но, несмотря на это, мы ведем себя достойно и одерживаем победу. По поводу, да, буквально антивестернизма. Тут официально представитель МИДа Мария Захарова «Новые высоты» у нас продемонстрировала лексически. Она обвинила западных партнеров в том, что они хотят, цитата, скапитализить у нас военные достижения. Мне кажется, или для высокого чиновника внешнеполитического ведомства, вы, кстати, в ГИМО же, в общем-то, преподаете, такой нормальный подбор терминологии, как вы думаете? Или все соответствует контекст? Я никогда не комментирую официальное заявление МИДа. Это корпоративная этика. Я думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь. Вернемся к нейтральному флагу. Олимпиаде в Южной Корее вообще это будет же ведь накануне президентских выборов проходить. Повлияет на внутреннюю повестку? Ведь беспроигрышный вариант, смотрите, под нейтральным флагом порвали всех, доказали, что правильно было решение. Проиграли, а под нейтральным флагом все просто много. Я думаю, что, ну, как обычно, будут победы, а есть у нас кандидаты, способные победить, и эти победы будут ярко подсвечены, и они создадут очень хороший фон. Потом, значит, президент встретится с победителями, там, обласкает, наградит. Ну, а те, кто не победят, ну, о них же можно забыть сказать. Они достойно, они достойно сражались, но все было против них. Помните, как против наших футболистов? Зеленый газон, прекрасная погода, поддержка трибун, в общем, все против нас. Вот все окажется против проигравших олимпийских. Слушатели из Краснодарского края интересуются, вот, правозащитница Людмила Алексеева и дали госнаграду. Это новое заигрывание какое-то? Демократия 5.0, как пишет, не подписавшийся. Слушатель, подписывайте. Слушайте, это попытка, на самом деле, части российского руководства поддерживать некий баланс и проводить прагматичную политику. То есть немало людей, тех, которые курируют там внутреннюю политику информационную тоже, которые понимают, что вот эти вот все неумные жестокости, да, все эти страшилки, они к чему хорошему не приводят. Что они только отвращают там общество от власти, настраивают негативную интеллигенцию, значительная часть которой либеральна. Поэтому лучше проводить прагматичную политику. Не надо стращать без нужды ни к чему. Это все и так в порядке, все под контролем. Это вот позиция условно прагматиков, реалистов. А есть другая группа, которая говорит, не, нет, ребят, ну что вы, не дай бог вы их чуть-чуть там слабину дадите, они тут же вылезут. Вы помните, как это было в 89-м, 91-м годах? Ни в коем случае. Это та группа, которая была травмирована августом 91-го года, и она до сих пор переживает последствия той родового травмы для себя. Эта группа очень влиятельна. Вот поэтому различные группы придерживаются различных позиций. Ну, я бы не сказал, что здесь есть, знаете, такая хитрая, задуманная игра, то тонкая, ничего подобного. Одни говорят, не надо этого делать, другие, да нет, нет. Лучше мы это сделаем во избежание. Политолог профессор Мгимов Валерий Соловей, гость программы «Персонально ваш» на волнах Эхо Москвы. Нас можно еще и на Ютьюбе смотреть, напомню я в очередной раз. Что касается ситуации вокруг задержанного во Франции Сулеймана Керимова, как вообще вам эта вся история? И вы же писали о том, что похожая судьба вероятно может ждать других российских чиновников после февраля. Поэтому, как вы знаете, другие российские чиновники не поедут отмечать Новый год за пределы Российской Федерации. И депутаты, и депутаты, ну, дружеские страны, это у нас Китай, это Киргизстан, по-моему, Мальдивы, кстати, входят в число этих стран. Кстати, вот для Нового года, мне кажется, направление... Ну, дело в том, что Мальдивы это прекрасное, но вы понимаете, что у вас на Мальдивах не может быть поместье. Вот. И виноградника у вас там не будет. В них поместье, виноградник это в других местах. Да, по крайней мере, полгода никто за границу соваться не станет теперь. То есть настолько серьезная история. Только под прикрытием... Дело даже не в том, что это случайность или тенденция. Это страх. Единственное, напуганное, если Матвиенко несколько раз заявляла о том, что мы воспринимаем, ну, Совет Федерации, это как возможное начало политических чистым, политической охоты на ведьм, как она это изящно сформулировала, вот, это массовое ему настроение. И была повторена рекомендация, что, господа, надо вам выбрать. Вы или лояльны тем странам, где сейчас живут ваши семьи, ваши родственники, да, где ваша недвижимость, или вы лояльны России. Выбирайте. Матвиенко, кстати, по-моему, с делегацией собирается в КНДР, уж не знаю. С делегацией, делегацией, ну... Я ни на что не намекаю. Как, нет. Вы думаете, с КНДР тоже выдачи не будет? Нет. Может, плакат сорвет, не дай бог. Ну, не стоит, не стоит. Так далеко заходи своих видов. У кого, пусть может, потенциально есть, да, скорее всего, есть эти поместья, виноградники на Западе, никак не угаснет тяжба между Роснефтью и АФК-система. Вот этот пинг-понг, продолжающийся на фоне стартовавшей предвыборной кампании, лиц, так или иначе, соотносимых с именем президента и главного кандидата, он о чем свидетельствует? То Роснефть снова на 131 миллиард, то в обратку АФК. Ну, а что делать с АФК, понимаете, когда вас в углу прижимают, да, и хотят вас разорить, просто разорить. Вот, здесь понятно, что, ну, понятно, Игорь Иванович Иванович, что нужны деньги. Ну, ну и что, многим нужны деньги, что же вы, вот хотите вот все забрать, это так. Поэтому это единственный способ для АФК сейчас, да, это чинить контр, выкатить контриск с огромной суммой для того, чтобы привлечь внимание общественности, потому что пиарщики АФК, даю должное, довольно профессиональные люди, они прекрасно понимают, что чем больше шума, тем меньше это нравится Кремлю. Кремль уже, да, устами президент сказал, ну, договоритесь вы, в конце концов, вы помните, да? Ну, никак вот Игорь Иванович Сечин не может свой аппетит и умерить. Но президенту все эти истории не нравятся. Они ему не нравятся, потому что они привлекают нежелательное внимание не только там, ну, в российской обществе, может, не очень его занимает, запада. Потому что это влияет действительно на инвестиционный климат. Ну, вот так посмотрят люди, слушайте, ну, у вас там способна разорить АФК, это крупнейшая несырьевая корпорация России. У вас способна разорить, вы призываете цифровую экономику развивать, да, вкладываться, так у вас способна разорить любую, оказывается, несырьевую корпорацию. Что кому-то это захотелось. Все это очень скверные репутационные истории. Раз уж вспомнили об Игоре Ивановиче Сечине, два слова об Улюкаеве. Бывший министр выступил на минувшей неделе с последним словом. Каким вы ждете приговор? Условный срок, реальный? Будет ли какая-нибудь схема, может быть, применена, при которой он избежит? Я предполагал, что ему переквалифицируют статью, да, с тем, чтобы он мог выйти, там, ну, получил бы условное наказание, да, вышел бы на свободу. Вот посмотрим. Потому что Игорь Иванович Сечин, все-таки, он смог, несмотря на неблагоприятный для себя ход процесса, неблагоприятный означает публичный, что он был абсолютно уверен, что это будет келейно, все суд будет проходить келейно, не в свете Юпитеров, да, и Софитов. Но ему удалось все-таки, ну, по крайней мере, боевой ничьей точно добиться Игоря Ивановича. Вот посмотрим, вот по результату суда будет видно. Если это будет использовано как некий пиар-эффект, допустим, дадут условному, в кавычках, взяточнику срок, в приговор там внедрят некую ошибочку, потом, после того, как отгремят фанфары выборов по апелляционной инстанции пройдет и тихо и сапой выпустят. Возможно, и такой сценарий. Давайте посмотрим. Вот вы же видите Россия, как устроена. Здесь, на самом деле, есть элитный патурализм. Президент находится в роли рефери, а тяжеловес на ринге. Плетал к профессору МГИМО Валерий Соловей. Был сегодня гостем программы «Персонально важный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова